Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы приглашаем вас совершить путешествие в удивительный мир книг. Подчас наши дети знают невероятные подробности о динозаврах, а о том, что удивительного есть, например, в Петербурге, в Архангельске или Пскове, им абсолютно неизвестно. Или, например, какие бывают мосты, зачем хоккеисту мячик, а кто же придумал автомобиль? И где найти ответы на все возникающие вопросы? Может быть, в энциклопедиях и справочниках? Совершенно верно. А как рассказать детям, чтобы это было еще увлекательно и интересно? Мы знаем, как это сделать и предлагаем вам познакомиться с книгами издательства «Настя и Никита». Проект «Настя и Никита» появился в 2009 году в Москве. С 2013 года стал детским издательством, которое вот уже более 10 лет выпускает детские книги. Познавательные издания про города, про путешествия, сказки и рассказы для ребят. Отличительная особенность – книги написаны современными российскими авторами, внимательно отобранными редакцией «Настя и Никиты». Главный редактор издательства – Алина Дальская. Издательство открывает новые имена в литературе, выпускает исключительно собственные книги отечественных авторов, никаких переизданий и переводов. Многие известные современные детские писатели выпустили свою первую книжку в издательстве «Настя и Никита». Большинство из них стали постоянными авторами. Книги выходят в мягких, но плотных обложках. Их можно взять с собой на прогулку, они легко помещаются в сумки. 24 страницы – оптимальный размер для первого чтения, они удобны для чтения вслух взрослыми. Задумывая серию, издатели решили назвать ее именами детей, брата и сестры, с которыми дети могли бы себя ассоциировать. Название стало очень узнаваемым, благодаря интересным и неожиданным темам, образному живому языку, чудесным иллюстрациям. В серии выходят книги по следующим направлениям – знания, биография, путешествия, стихи, сказки и рассказы. Познавательные книги серии открывают перед маленькими читателями уникательную историю и географию родной страны, знакомят с великими соотечественниками, историческими деятелями и нашими современниками. У книг издательства «Настя и Никита» узнаваемый стиль – образный, лаконичный и легкий. Издатели считают, что в детской книге должно быть много рисунков, поэтому все книги по-разному, но очень интересно проиллюстрированы. С серией «Настя и Никита» можно совершать увлекательные экскурсии по России. Уже вышли книги-путеводители по Калининграду, Архангельску, Пскову, Новгороду, Камчатке, Волге. Достопримечательностям Москвы и Петербурга в серии отводится особое место. Изданы книги о башнях Кремля, Большом театре, Бульварном кольце, Московских высотках, книги-прогулки по Летнему саду, Невскому проспекту. Эти книги можно найти только в издательстве «Настя и Никита». Читатели любят это издательство, прежде всего запознавательные художественные книги и более редкие, но совершенно новые и оригинальные сказки. Мы предлагаем вам познакомиться с некоторыми книгами из фонда нашей библиотеки. Книга Александра Ткаченко «Какие бывают мосты» не только для будущих инженеров, конструкторов и мостостроителей, но и для всех любознательных ребят, которым хочется знать, как все в мире устроено. Здесь подробно, понятно и интересно рассказано о том, какие бывают мосты, как они выглядят, по какому принципу построены, а также о том, сколько таланта, труда проявили люди при их возведении. Возведение Исаакиевского собора, одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, предстает перечитателям в книге Римма Алдониной как захватывающая история. Как на болотистом грунте смогли построить фундамент храма? Каким способом водружали огромные колонны? Зачем в куполе собора глиняные горшки? Какие скульптуры украшают стены и где изображен сам архитектор? Все ответы на страницах этой книги. Автор этой книги, знаменитый путешественник Федор Конюхов, побывал на Северном и Южном полюсе, совершил несколько кругосветных плаваний на яхте, а началось все с того, что в 15 лет он переплыл Азовское море. На маленькой лодочке, рассказы о том, как он с детства готовился стать путешественником, какие знания и опыт приобрел, какие неожиданные и опасные приключения пережил, откроет маленькому читателю невыдуманный и прекрасный мир природы и сильного, отважного человека, который любит свою планету. Невский проспект – краса и гордость Санкт-Петербурга, нашей северной столицы. Автор книги Дина Арсеньева предлагает пройти его от начала до конца, ознакомиться с достопримечательностями, вспомнить имена выдающихся архитекторов, скульпторов, исторических лиц, а также узнать о событиях, связанных с этими зданиями и местами, и о том, как все изменилось за 300 лет со времен Петра I. О чем мечтал в детстве лучший в мире хоккейный влатарь? Сколько пришлось ему преодолеть, чтобы достичь вершин мастерства? Зачем хоккеисту мячик? Почему спортивный журналист съел газету? И для чего хоккейной команде скатываться кобарем с горы? Обо всем об этом Владислав Третьяк расскажет сам. В книге «Трус не играет в хоккей». Перед нами книга Натальи Габеевой «Животные малютки». Это великолепно арестрированное издание о самых маленьких млекопитающих нашей планеты. Точное описание внешнего вида, реальных размеров, особенностей поведения, среды обитания и многих других любопытных подробностей их жизни становятся для читателя незабываемым, увлекательным путешествием глубины природы, где все, даже такие крошечные, незаметные животные прекрасны и удивительны. Самокатка Кулибина и Росо-Балт, знаменитая Волга, элегантная победа, черная правительственная чайка и народная копейка, полуторка, которая перевозила грузы по осажденному Ленинграду, и автобус «Лиас» на страницах этой книги Михаила Пегова «Все марки легендарных российских автомобилей, которые давно стали частью нашей истории». Трудно поверить, но полтора столетия назад врачи не умели делать обезболивание при операциях, не знали, что такое наркоз, не обрабатывали раны йодом, не накладывали гипс при переломах. Появлением всех этих спасательных средств мы обязаны великому хирургу Николаю Пирогову. Книга Евгении Калмыковой о его жизненном пути, его вкладе в науку и врачебную практику, заново откроют читателю этого замечательного человека. На открытиях великого ученого Дмитрия Менделеева построена вся современная химия. Но немногие знают, что и в свободное от серьезной науки время он поражал окружающих своими талантами. Мастерил чемоданы, великолепно играл в шахматы, разгадывал тайну лунной краски и даже совершал опасные полеты на воздушном шаре. Великый ученый, составивший периодическую систему химических элементов, предстает в этой книге во всем многообразии своей творческой натуры. Автор Ирина Никитина интересно и доступно раскрывает принципы построения таблицы Менделеева, рассказывает о том, как он над ней работал и как, наконец, нашел верное решение. Эта чудесная, милая, теплая история, приглашение на завтрак Юлии Ивановой, понравится не только детям, но и всем мамам, у которых есть маленькие детишки. Однажды к курице Глафире пришло письмо. В конверте оказалось приглашение на завтрак. От кого? От лисы! Воспитанная Глафира, оставив своих послушных цыплят на соседку-покурятнику, отправилась в гости. А как развивались события дальше, мы узнаем из этой забавной истории. Зимняя сказка, рассказанная Екатериной Каретниковой, очень трогательная, вызывающая умиление и сочувствие. Эта добрая зимняя история переносит читателя в опустевший дачный поселок, где мерзнут и грустит маленький, пушистый, очень голодный, бездомный котенок. И кажется, что уже никто не поможет ему. Но, как это бывает на Рождество, начинают происходить неожиданные события и настоящие чудеса. В поселке появляются люди, на участке наряжают елку, а у тех, кто не бросит друга в беде, кто отважно придет на помощь, кто умеет терпеть, любить и быть благородным, осуществляются заветные мечты. Сказки и рассказы, которые издает издательство Настя и Никита, о самом важном в этой жизни – взаимопонимании, дружбе, доброте. Это добрые, волшебные и жизненные истории, рассказывают о ценности семьи, хороших взаимоотношениях между родителями и детьми, показывают ребенку, что даже из самой сложной ситуации есть выход. Благодаря увлекательным и неожиданным темам, простому и чистому языку, замечательным иллюстрациям, серия «Настя и Никита» заслужила любовь маленьких читателей и их родителей, а также получила отличные отзывы педагогов, детских психологов и библиотекарей. Уважаемые читатели, Все книги издательства «Настя и Никита», представленные в обзоре, а также многие другие, вы можете найти в нашей библиотеке.